Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами разговариваем о второй корневой подкормке винограда. В первом видео я больше расставляла акценты на то, что именно мы делаем и как мы делаем. Сегодня больше поговорим о самих питательных веществах. И я расскажу, почему мы делаем именно так. Но первый вопрос – сроки. Когда мы проводим вторую подкормку? И первый вопрос – когда? Да, смотрите, у нас уже начинают завязываться ягодки. Все, пыление прошло, цветение прошло и начинают завязываться ягодки. Замечательное время для подкормки. Но если вы, например, по какой-то причине сделали ее чуть раньше, перед цветением, ничего страшного. Итак, напомню, что кормим мы наш виноградник органическим удобрением, то есть навозом. Навоз на самом деле считается одним из самых лучших удобрений, потому что он содержит все питательные вещества, нужные растению и в нужных пропорциях. Но мы понимаем, что есть разница немножко в том, как его вносить. То есть если мы вносим какой-то перепревший навоз, либо даже свежий навоз, понятно, что не непосредственно под корень, а где-то рядышком, в определенные сроки, это тоже хорошо. Но есть одно но. Любой навоз, который мы будем вносить, если мы будем его вносить в такой форме, как он есть, то есть перепревший, либо свежий, все равно начнет действовать далеко не сразу. То есть, как правило, нужно достаточно длительное время, иногда сезон и более, для того, чтобы увидеть какой-то заметный эффект. Именно поэтому мы делаем жидкую фракцию, то есть мы делаем настой. Настаивается приблизительно недели-две. Вот такие у нас бочки, приблизительно на 200 литров. Мешок навоза сюда засыпается. Если есть какая-то зола оставшаяся от костра, все это тоже сюда помещается. В чем преимущество конкретно жидкой фракции? В том, что мы можем смело использовать абсолютно свежий навоз, либо перепревший. То есть, быстро привести его, скажем так, в удобный для нас вид. Настаивается здесь все две недели. Периодически открываем, перемешиваем. Видите, закрыто сверху, чтобы там ничего не испарялось, ну и не пахло, конечно. И в прошлом видео было несколько комментариев, что залу категорически в навоз добавлять нельзя, потому что там какая-то химическая реакция происходит. Я перелопатила, на самом деле, очень большое количество информации и много рекомендаций как раз-таки добавлять. Там, где я нашла не добавлять, объяснение, что якобы часть аммиака уходит, часть азота. Ну, для нас это несущественно раз. Во-вторых, как видите, закрыто. Даже настаивать те или иные удобрения, допустим, компост, либо тоже там траву какую-то, такие, скажем, зеленые удобрения, рекомендуют прикрывать, чтобы вот этот самый азот не уходил. Поэтому, ну, собственно, уходить некому и нечего, если мы немножко азота потеряем. Но это не самый основной фактор, который нам нужен. Использовать в таких настоях мы можем не только навоз, мы можем использовать все, что угодно. Можем компост, тогда просто не надо его так долго держать, там, две недели можно немножко подержать, чтобы вот эти все питательные вещества, ну, скажем так, перешли в водный раствор. Можно использовать настой трав различных, очень хорошо, крапива просто идеальна, потому что крапива еще имеет сильное противогрибковое действие, антисептическое. Можно сорняки наставить, все, что угодно есть на вашем огороде органика. Все можно настаивать и использовать это в качестве удобрения. И если мы говорим о настой трав, то, ну, тоже разные есть рекомендации. Те, кто-то рекомендуют 1 к 10, те, кто-то рекомендуют делать чуть более концентрированный раствор. Настаиваем, бродим, как только все это опадает вниз, можно использовать. Ну, и такое удобрение в плане своей консистенции, оно очень удобно, потому что в те же подкормочные ямы наши мы разлили. По подкормочным ямам я оставлю ссылку. Вот видео на всякий случай, кто не знает, что это такое. То есть, ну, это удобно. И еще я вам рассказала, что мы берем только жидкую часть из всех этих настов. Что делать с другой частью, которая осталась? Потому что мы же понимаем, что какие-то осадки были в навозе, как правило, всегда содержится солома, либо какие-то опилки. Понятно, что за 2 недели вот этого брожения, да и компост, если мы настаиваем так или иначе, у нас есть определенная же, ну, такая твердая фракция. Куда ее использовать? Я ее использую для мульчирования роз. То есть, с одной стороны, вот эта фракция немножечко промылась, скажем так, да, она часть своих питательных веществ отдала. А дальше я ее вот так вот в розы постелила, еще водой пролила. Розы это очень-очень любят и очень благодарят за такой уход. Ну, кроме того, все это можно где-то в грядке, например, закопать. Это можно под деревья разложить, даже тоже как мульчу, под какие-то кусты. Вот, например, под голубику мы тоже так же это закладываем. То есть, ну, использовать еще где-то на огороде любое растение скажет вам за это спасибо. Ну, и теперь поговорим с вами о том, почему именно органические удобрения. Ведь ни для кого не секрет, да, что тот же навоз имеет определенный специфический запах, достаточно сильный и пахнет далеко не фиалками. Если мы говорим о настольных трав, там, конечно, все несколько проще, запах будет меньше. Но, тем не менее, да, к чему это возня? Если можно пойти в магазин, купить гранулки, пожалуйста, выбор сейчас огромный, посыпать под кустики, либо там перевести в растворимую форму полейцы и забыть, в общем-то, все хорошо, красиво. Но тут надо понимать, что растению нужен не только вот этот комплекс НПК. Есть еще один очень важный элемент, без которого ни одно растение существовать не может. Если этот элемент в недостатке, то как бы вы ни кормили ни азотом, ни фосфором, ни кальем, у вас ничего не будет, у вас не будет нормального урожая, у вас не будет нормальной сладкой ягоды. Сейчас я говорю об углероде, потому что именно углерод – это тот кирпичик, на котором строятся любые органические молекулы, в том числе и те сахара, которые, ну, как нужны самому растению. Так мы их и получаем в ягоде любой и в любом фрукте. Откуда же берется углерод? Углерод берется из углекислого газа. Именно это основа процесса фотосинтеза, когда лист наш поглощает углекислый газ и синтезирует на его основе сахара. И, соответственно, углекислый газ этот откуда-то надо взять. Откуда? А берется он из почвы. Ну, откуда же берется этот углекислый газ? Берется он именно из почвы. Когда почва богата органикой, когда там правильно развивается почвенная микрофлора и червячки, и множество различных микроорганизмов, именно они формируют, во-первых, кучу питательных веществ, которые нужно растению в нужной форме. Они делают структуру почвы правильной, дышащей. Ну и в том числе выделяют этот самый углекислый газ, который так необходим растению. Потому что вы можете делать все, что угодно. Вы можете кормить сколько угодно азотом, фосфором и калием, но если углекислого газа будет не хватать, то и растение ваше будет развиваться так себе не очень. Что касается использования минеральных удобрений, есть статья американского профессора, но на самом деле довольно часто стали об этом говорить. Когда вносится большая масса минеральных удобрений, ну, во-первых, почва засаливается, если говорить об использовании аммиачных соединений, вплоть до того, я встречала много таких рекомендаций, даже для дачи. Берем раствор аммиака, поливаем огород, и будет нам счастье. Да, будет нам счастье какое-то очень краткое время. Мы можем снять один урожай, два, ну, может быть, чуть больше. Но аммиак убивает живое в почве, убивает вот всех этих нужных нам микроорганизмов, червячков очень сильно уплотняет почву. Такая почва становится непригодной для жизни не только винограда, но и всего остального. Поэтому для того, чтобы почву поддерживать в нормальном состоянии, в правильном состоянии, в гармонии, обязательно нужны органические удобрения. То есть мы кормим не только и не столько растений, мы кормим всех тех, кто живет там, внутри. Вот этот вот заводик, который дает нашему растению все необходимые ему питательные вещества. Именно поэтому мы используем органические удобрения. Именно поэтому у нас, я уже показывала, все сидит в траве, либо где-то замульчировано, в зависимости от того, как был материал. Именно поэтому мы не используем там пленок и всего остального. То есть мы поддержим нашу почву в таком естественном состоянии. И все же, что касается использования минеральных удобрений, я не говорю о том, что от них надо полностью отказываться. Конечно, их можно использовать, иногда нужно, особенно калий и фосфор. Но отдельно по другим элементам питания растений я поговорю в отдельном видео. И там же мы коснемся еще и других факторов роста, таких как влажность, температура, тепло. Вот это вот будет предмет другого разговора. Ну и напоследок, что еще следует сказать, что, конечно, скажем так, наша промышленность, наша торговля, она не стоит на месте. В магазинах вы можете найти множество тоже различных вытяжек из навозов, различных там оксидатов, тормф, гуминовых кислот. Все это вполне можно использовать. Для нас, скажем так, это будет не совсем удобно. Нам проще купить навоз и использовать его так, как я вам уже показала. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите в сумме и задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на другие полезные видео и мои контакты. До новых встреч!